Всем привет, вы на канале Мурмяу и у нас новое прохождение на моем канале Тонас Игра Закуэри. После заката солнца в последний день летнего лагеря для вожатых это Скори. Начинается ночь полная ужасов, их преследуют мрачные охотники, перепачканные в крови и куда более жуткие создания. Но еще страшнее решение, которое им придется принять, чтобы выжить. Так что кому интересны эти прохождения, усаживайся поудобнее и поехали смотреть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ого, время 23.50, едут они по трассе, что-то такое странное. Ого, ловим, ловим телефон. Да, детка, ловко ты. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Это все подготовка к жизни в летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Я уже 200 миль, как пытаюсь вспомнить. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги. Пока яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. О, смотрите. Можно взять карту или буклетик. В буклете не написано, как добраться? Нет. Только кучка фальшивых детей вокруг фальшивого костра. Все так. Все норм. Полно. Эй, на дорогу смотри. Ого. Там кто-то сидит. Смотрите. О, корень. Надо отойти от него. Вроде машина целая. И пошел, как всегда, проливной дождь. Во всех началах хоррора всегда вот такое вот начало. Ты цела? Да, да. Ну, более-менее. Боже, что это было вообще? Медведь? Что? Нет, Макс. Это был не медведь. А что? Вроде человек. Лора, ты серьезно? Вы человека сбили? Не знаю. Он был прямо перед нами. Прямо совсем близко. Но, может, не сбили. Да я бы не сказала, что человек. Потому что непонятное сидело. Что там? Тачка в Хуамину. Ну, может, все не так уж и плохо? Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника? Да, да. Сейчас. Так, ну, во всех вот таких подобных играх тут есть вариант выбора. Можно его выбирать, а можно не выбирать. Так что, давайте поехали на наше приключение. О, можно еще и покопаться. Смотрите, нет, не будем копаться. Оставляем сумку так. Забираем инструменты и несем туда, куда и нам надо. Тогда представь, как свернулась калачиком и обогревать. Смотрите, за ними кто-то наблюдает. Где угодно, лишь бы не здесь. Ты что, действительно хочешь пойти посмотреть в лес? Смотрите, там кто-то бегает в белом платье. Ребята, вы, по-моему, влипли. Давай, скорей. Боже, Макс, скорей! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Осторожней. Да. Окей. Да. Удачи с машиной. Угу, смотрите, смелая такая. Они чуть на дороге кого-то не сбили. Еще она в лесу слышит все всякие странные звуки и движения. Даже мы видели эту женщину в белом платье. А она полезла дальше в этот лес. Исследовать его? Это максимально странно. О, что-то на дереве есть. Плакат Харум. Афиша бродячего цирка. Похоже, когда-то давно ее забыли. Тут в лесу края как будто обгорели. Харум с Карум. Так, идем дальше. Значит, ну пока это не сильно страшно. Просто какой-то плакатик висит. Вот та женщина была пострашнее. Есть разлетление. Вот сюда можно пойти. Давайте сначала тут. Какой-то сундук стоит. Чемодан даже. О, сундук с иллюзионистом? Сундук набитый странными приспособлениями. Может, это реквизит иллюзиониста? Должен быть он остался после бродячего цирка, который останавливался в этих краях? Все-таки смотрите. Тут что-то такое намек идет на бродячий цирк. Как бы вот эти все привидения и монстры, которые тут находятся, не остались. А после тоже бродячего цирка. Потому что они там наделают нам потом делов. Так, тут тоже, смотрите, какое-то разлетление идет. Давайте пойдем сначала тоже в эту сторону, потом прямо. Опа-на. Сломанная клетка? Эту старую клетку со времен поглотили заросли. Похоже, здесь жило какое-то животное. Я согласна целиком. Мальчик-пес. В этой клетке он был как экспонат на цирке, наверное. Что-то мне это все не нравится. Что это было? Она уже тут бегает. Пошлите отсюда поскорее, не знаю. Назад, наверное, дороги нет. Уйдемте побыстрее дальше. Выйдем отсюда. Слышите, она зовет его все больше и больше. Все, идем, идем, идем. Реально стрёмно. Так, это у нас какой-то кустик висит. Я думаю, а чья-то может быть голова даже. Продолжение следует... Кто это говорит? Что это? Прошу, открой. Где вы? Вот оно нас и догнало. Смотрите, пришло все-таки. Теперь беги со всех ног отсюда. Опа-на, опасная коряга. Пригинаемся. Такое мы уже проходили. В принципе, я знаю, как с этим работать. В Dark Pictures тоже были похожие штучки. Смотрите, тут надо перепрыгнуть. Потом это все может повлиять на историю в будущем. Что случилось? Ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай, 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 успокойся. Все в порядке. В лесу много всякого. Животные. Очень легко испугаться. Нет, нет. Мы можем просто уехать. Да, 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 едем. Хорошо. Как? Да, завелась. Урчит, как котелок. Макс, скорей! Уже едем, поехали. Походу, они остались в этом лесу навсегда. В машине безопасно. Все хорошо. Я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Мы в норме. Немного испугались. Какой-то он стрёмный. Откуда он взялся в 12 часов ночи в лесу? Не расскажете, что случилось? Ну... Ну... И чтобы не врезаться, мы свернули. И чтобы не врезаться, мы свернули. И... Сами видите. Что-то выскочило? Ну, честно же, было темно. Что-то он выглядит стревоженным. Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? Да, я не преступник. О, он решил нас вытянуть. Хоть на этом спасибо. Я-то думал, мы уже останемся там в лесу. Может, он реально нормальный? Ну, что, может, расскажете? Какого чёрта вы делаете в такой глухомане посреди ночи? Мы направляемся в лагерь. Летний лагерь Хэкетт-Сквори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть... Да. Ну, мы хотели приехать раньше и всё осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Вы не доберётесь до Хэкетт-Сквори? Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. Спасибо, но думаю, мы всё-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкетт нас ждёт, мы ему звонили... Нет, мэм. Вы поедете в мотель Харбинджер. Вам всё понятно? Ну, почему не в Хэкетт-Сквори? При всём уважении, а почему нам нельзя в Хэкетт-Сквори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чём делать. Мэм, выйдете из машины? Что? Нет. Сэрла ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Какой-то он серьёзный, этот полицейский. Не нравится он мне. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хэкетт-Сквори? Ну, думаю, господа из мотели Харбинджер вам всё расскажут завтра утром. Ага. Ну и толку было того, что нам там рассказал. Опять показал тот отель, который он предлагает. Мотель Харбинджер. Держитесь, дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Я думаю, не стоит нам ехать в тот мотель, который он предложил. Это очень странный тип. Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз десять подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рат? Встреча? Да уж. Ладно. Ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно. Так где там мотель? Значит, мы здесь. А мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетт-Сквори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть. Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он ещё раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм ещё лет двадцать. Угу. Что? Двадцать. Это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Всё, хорош. О, смотрите, всё-таки они приехали туда, куда хотели. Летний лагерь. И уже по первого ночи. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Мы сюда пёрлись. Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хеккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну, я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую тратим время. Да кто тут будет бросать? Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Так, хорошо, он пошёл в машину. Давайте мы тут исследуем всё остальное. Есть кто дома? Чёрт. Ну, понятно, двери закрыты, никто нам не открывает. А ну, пошли к окошкам. Тут тоже все окна у нас, в принципе, закрыты. Тут вообще заборчик, значит, балкон и следующая, наверное, часть дома. Ну, идёмте с другой стороны ещё обойдём. Может, там где-то есть открытое окно. Попробуем туда заглянуть, а может, даже и залезть. Так, тут тоже окно. Но оно, правда, просвечивается. Оно не закрыто вот этими жалюзьями, а только прикрыто целиком. О, а тут заставлена старая мебель. О! Кто-то изнутри на нас наблюдает, смотрите. Прям за столиком сидит. Ты уверена, что хочешь туда залезть? Я, в принципе, не уверена. Ну, значит, нам тут больше сверху делать нечего. Идём спустимся, посмотрим, может быть, что-то тут вокруг есть. О, смотрите, возле стенда что-то светится. Значит, там что-то есть. Узнаем тут информацию. Ага, это, получается, карта этого, наверное, лагеря. Но она огромная. Угу, хорошее послание. Послание, кстати, для лагеря, заметили? То есть, то, кто тут переживает, живёт, проходит вот эти все испытания. Если их ничего не убьёт, значит, они станут сильнее. Стрёмненько. Так сказать, хорошее начало игры. Смотрите, там кто-то сидит. Эй! Вы там живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Да какая помощь? Алё, ты шо? Там монстр какой-то сидит. Тебе мало леса было. Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хеккет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! 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 Стоп, что это? Ты сказала инструменты! Так чего ты не принёс? Там кто-то есть. Ах! Я никого не вижу! Смотри! Да смотрю я! Дай-ка мне! И не боятся же они заглядывать. Да если им сейчас в глаз что-то прилетит. Но там точно кто-то был. Ладно. Ладно, так. Он предлагает нам инструменты. Давайте молоток. Молоток. Точно? Будет очень громко. Ну ладно. Тогда ключ. Ладно. Тогда ключ. Ух, мощь. Помочь? Да. Помнишь зловещ... Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Очень, кстати, вовремя вспомнить про зловещих мертвецов. Самое то время. Вы... Вы целы? Вы есть? Эй! Осторожно! Все, давайте, значит, дальше наше приключение продолжим в следующей серии. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Про колокольчик не забываем. Всем до встречи. Всем пока. С вами была ваша... Мурмел. Субтитры сделал DimaTorzok